Ребятушки, всем доброе утро! Я тут вышла на улицу до аптеки, в магазин. У нас, смотрите, синежок выпал, лежит. Но сейчас это всё начало таять, и, блин, капец мокро. В общем, как себя чувствует Серёжа? Сегодня ночью у него была температура 39. Ужасная температура, она вообще нифига не сбивалась. Процитамол, естественно, нифига не помог, божечки, как же скользко. Процитамол не помог. Потом в итоге у него было 38 после процитамола. И когда она уже поднялась ещё сильнее, то я... Ё-моё, я иду по какой-то луже. Я выйду здесь, и всё, капец. В общем, я дала ему Сёмин нурофен детский, 3 шприца. Получается, 15 мл я ему дала. И вроде как началась температура спадать. Серёжа уснул, и всё. Я тоже успокоилась, тоже уснула. Сёмка сегодня спал у себя в кроватке. Спал он хорошо достаточно. Я проспалась 6 раз. Но как-то он быстро засыпал обратно, и всё. Ну, грудь, правда, очень часто просил. А так нормально. Самый большой у него период был. Он сначала 20 часа проспал. Потом я проснулась, его уложила. И ещё 3 часа он спал. Ребятушки, у нас так сегодня лениво проходит день. Что мы вообще ничего не делаем, только лежим на диване так. Всё, мы не поиграем игрушечки. Он ложится спать. Я ложу с ним, смотрю сериал, и всё. И больше ничего. Я сейчас пошла в душ. Серёжа пока сёмка посидит. Серёжа чувствует себя пока не очень-то хорошо, но уже получше, чем сегодня ночью. У него сейчас температура 38 поднималась максимум. Сейчас вроде спала. Он порошочек противопростудный выпил. И вроде как всё окей. Завтра им дали ещё один выходной. Потому что, ну, как-то себя плохо чувствует. Не хочется в таком состоянии идти на работу. Потому что завтра у нас ещё один будет ленивый день. Я сегодня хотела погулять с Сёмой, но на улице непонятно. Во-первых, сыро. Я не знаю, мне пока одевать обувь непромокаемую, которую я купила рано, наверное. Потому что будет холодно. Во-вторых, ветер с дождиком этим. Не очень комфортно. Поэтому не пошли, пойдём завтра всё, погуляем. Вот так вот лениво проходят наши сегодняшние дни. И хорошо, что всё-таки я вчера не постояла при верху. Меня уберегли от этого, так можно сказать. Если кто-то верит в судьбу, я на самом деле-то не очень верю. Но, в общем, хорошо, что вчера мне не удалось её поставить. Потому что если бы и я бы так слигла, то, мне кажется, мы бы с Сёмой сошли бы с ума. А так сейчас у Серёжи будет, когда выходные, сразу два. То я тоже поставлю. Но у меня сейчас не вариант. Мне вообще, в принципе, не тороплюсь, да, не успеху. Мне это не прямо сейчас надо. А вот многим вышло постановление, то, что на работе нужно ставить. Собственно, поэтому Серёжа и пошёл ставить. И очереди огромные. Я хотела записаться. Но запись была только на 26-е или до 27-е числа. Короче, я такая, ну ладно, я подожду. Просто не буду в очень людные места часто ходить. И всё. Я, на самом деле, очень долго думала, кем ставить мне прививку или нет. Это вот когда я Серёжу поставила, я такая, всё, решила, тоже буду ставить. Ну вот, сейчас пока времени не найти. Кстати, мы 23-го числа должны вроде как к маме ехать. Да, тогда вообще не скоро это всё будет. Ну, в ноябре. В ноябре, кстати, будет год или в конце. В конце ноября, в начале декабря будет год, как я переболела. Так что я думаю, что от моих антител уже вообще ничего не осталось. Я не сдавала. Единственное, в роддоме, что у меня там были антитела ещё. Класса М. Ну, я не знаю, сколько именно. Ой. Ладно, ребятушки, я пойду в душик. Что-то сегодня прям, ну вообще целый день лежит. Да и погода такая пасмурная. Ой. Всё, короче. Что это мы тут делаем? Что это мы тут делаем? Снижечку читаем, да? Очень интересно, да, Сёмка? Смотрите, у меня тут ребёнок ползает. И залазит под диван. И находит там вот это. Я не представляю, как он там оказался, Семён, ты не знаешь, случайно? Очень подозрительно, очень подозрительно. Непонятно, какой день идёт. Мы все по-прежнему находимся на диване. И походу мы опять сегодня целый день будем лежать. Серёжа чувствует себя уже лучше. Вчера у него была температура вечером 38. И чувствовала небольшой озноб, но потом я ему дала нурофен. Уже взрослые купили. Всё, он выпил, всё стало нормально. Да? Всё, первый сон закончился. Сейчас пойдём кушать. Что ты тут пишешь? Привет. Был. Сам был. Всё, не смотри. Папа ушёл. Всё, давай кушать будем с тобой. Потом папа придёт, папа будет кушать. Ну что, Сём, попробуем рисовую кашу. Давай. Рисовая каша. Сёмочка. Как? Нормально? Такой. Даже вкуснота-то какая. Нет, не вкуснота? Не вкуснота. Как вкусно. Ещё надо? Ут, пальчиковик то. Ой, ты мой молодец. Как рот хорошо открываешь, да? Да. Ты что, проголодался, что ли? Вкусно? Ещё надо? Да. Да. Вот он, мой сладкий аппетитик. Понравилось? Да? Тебе скажи, всё нравится, что съесть можно. Ну вот так вот. Ой, как вкусненько. Умничка. Молодец. Мы тут с Семёным ходим по дивану, и я хочу немножечко рассказать... Блин, повернуться от этого. Спасибо. Хочу немножечко повернуться и рассказать про прикорм. Да, блин. Там Серёжа, тут окно, да? Куда это нам повернуться? В общем, про прикорм спрашивали, как я его вожу, сколько кормлений у Сёма, приходит прикорм, я тут отрываюсь, потому что вот эта маленькая засраночка ходит тут кругом, точнее, вдоль дивана. В общем, утром Сём просыпается, у него первый завтрак – это грудь. Если Сём проснулся после первого сна, допустим, часов там в 10, то я ему уже даю прикорм. Если нет, то даю грудь. Ну, то есть, давайте, грубо говоря, там два раза Сёма кушает грудь, потом прикорм, потом грудь, потом снова прикорм. Обычно ему после прикорма хватает силы, энергии, он не просит кормить, но бывают моменты, когда кушает. В общем, как-то вот так вот у нас всё происходит, я сильно насчёт прикорма не заморачиваюсь, если у меня не получается там Сёма два раза покормить, то ничего страшного, у меня есть грудь. Если мы куда-то едем, то я тоже ему даю грудь в городе, да, допустим, тогда получается, что у него только завтрак. Но вот у нас уже устоялось то, что всегда есть завтрак – это кашка, и всё. А в обеду овощи могу кашу дать, если ему не хватает. Ничего особого у нас нет, да, Сёма? Всё как всё. Сёма, у тебя что, не спадывают? Нормально всё? Всё. Вот теперь его любимое положение – это положение стоя. Обычно меня очень пугает, когда это положение происходит на полоне, на диване. То, что пару раз уже брякнулся. Ага. Вещь удивляют малыши. Вот они упали только что, вот минуту назад, и они опять же встают, да? Вот опёртые какие малышики, да? Не могу, но буду. Ну, правильно, Сёма, если очень долго мучиться, что-нибудь получится. Или как там говорят, без падений не бывает взлётов, да, Сёма? Ну, кстати, вы можете заметить, что сегодня я не особо бодрая женщина. Потому что вчера ночью, не знаю, что сём и случилось, он проснулся полдевятого. И, ой, полдесятого ночи, вечера, и я только собиралась спать. Он такой, мама, я проснулся и просто начал орать. Мы с Серёжей не могли уложить его до двенадцати ночи. В итоге уложили. И всё, и проспали. И встали мы сегодня в семье. Он тоже в пять решил проснуться, но я его как-то так укачала, то, что нет, мы решили не вставать в семье. Проспали, но от того, что вот у меня был такой период, что я... Тимош, что ли? Был такой период, что я уже вот-вот усну. Уже настроилась на сон. И Сёма как раз в это время проснулась. И я себя из-за этого очень плохо чувствую. У меня немного болит голова. Но я думаю, на улицу сходим, всё пройдёт. Правда, на улице показывает минус два. Я не могу понять. У Сёма на щёчках. Я его съела, когда кормить рисовой кашей. Я ему второй раз её даю. Но у него на щёчках что-то появилось. Так не видно здесь, только она пяточка, но это прыщик. Короче, это что-то очень странное, потому что я ему только... Там пару ложечек дала, и сразу... Сёма, подожди, пожалуйста, я тебе скажу, ладно, малыш? Я ему сразу дала. Ещё две ложечки. И оно как раз начало проявляться. Прям пяточки пошли-пошли, немножечко за ухо. Но сейчас вот они вроде как рассосались. Их не видно. Я не знаю, что это, аллергия или нет. Но пока что два дня... Всё. Пока что дня два-три не будет. Рисовую кашу. Это всё из-за зубов сейчас в истории. Иди к маме. Иди с ней. Что такое? Ты хочешь к маме на ручки? Уже не хочешь к маме на ручки? А что это хочешь? А давай посмотрим в камеру. Кто это-то такой? В общем, я не знаю. Сейчас пару дней не буду давать кашу. Посмотрим, что будет. А из любимых блюд Сёминах это сейчас кабачок. Всё. Мама рассказала. Может, я теперь уже не плакать, да? Ой, короче, сегодня день тоже такой... И очень радостный. Ну ладно, переживём. Мы тут с Сёмкой вышли на улицу прогуляться. Серёжа у нас остался дома. И налила себе чаёчек, который уже практически остыл. Иду в одной перчатке, потому что второй пью. И на улице, конечно, вообще снежочек. Вот вроде классно. Но вот эти вот лужи я одела свои новые ботиночки. Уже прошлась по луже, и знаете что? Мне ничего не попало в ногу. Но я не специально, конечно, ходила. Просто случайно топнула в лужу в глубокую прям. Но классно. Воду они отталкивают. Сёмку закрыла этой штукой. Вроде сильно не задувает. Но вот здесь всё равно есть промежуточек. Потому что она, видимо, предназначена для того, чтобы... Когда опущена вот эта подножка, подставка... Ну блин, мне же как-то ребёнка так закрывать надо. Но вроде закрыла нормально. Ребятушки, мы уже с Сёмкой дома. Тут ползаем. Сёмка только проснулся. Я его на улице опять уложила. Зашли домой. Но он поспал немного, 40 минут. Сейчас у нас по делам ничего особого не осталось. Ты будь здоров сегодня и вчера... Да будь ты здоров. Чё за расчехался? Чё я говорила? В общем, вчера и сегодня у нас очень ленивые такие дни. Завтра уже Серёжа на работу. Мы завтра едем маму поздравлять. Побудем в городе. Пока ещё не решили, поедем к ним или нет. Не знаю, ещё будем думать. И мне осталось только собрать бельё, которое уже давным-давно высохло на улице, и сходить в душ. Я сегодня хочу так конкретненько посидеть в душе. Сёма с Серёжей будут. Потому что у Серёжи выходной. Сейчас опять неизвестно, на сколько они будут работать. Ну, хотя, возможно, что у них там появится побольше выходных, так как общепит закрывают. Но их доставку не закрыли. Там что-то, ну, в общем, сложно объяснить. Да, всё. Возможно, что у Серёжи будут ещё дополнительные выходные. Но я надеюсь на это. Ну, рисковать не буду. Расслаблюсь сегодня. Да, Сёмка? На улице выпал снег. Ты что делаешь? Зачем мать раздеваешь? На улице выпал снег, и с коляской становится уже так неудобно. Особенно в местах, где плохо прочищено, и где уже, ну, успел застыть снег, и вот эта вся жижа. Не очень комфортно с коляской, поэтому ходить. Значит, так что у нас две проблемы. Растаивший снег и замёрзший снег. Всё, вам нужно как-то пережить зиму. Ой, мама ещё чешется, глаз чешется у меня жёстко. Мне, знаете, походу... Значит, мне аллергия не помогает мне. Я скин-актив сначала помогал, всё хорошо вроде проходило, а сейчас вообще нифига. Я открыла пробник. Этот... Как же он? Сенсодерм, по-моему. Или нет? В общем, пробник открыла, который мне давала дерматолог. И буду, наверное, им пользоваться пока что. На пару раз мне хватит помажет, и уже помазать, типа, смотрю. Если подходит, то буду брать всё. Не хочет меня раздеть, блин. Маме нужна футболочка. Как без футболки записывать видео? Ну, ладно, ребятушки. Мы будем дальше ползать. Бельё соберём. И пойдём байки ложиться. Скоро. Ого. Да. Скажи всем пока-пока. Да? Ладно, всем пока-пока, ребятушки. Субтитры сделал DimaTorzok